Сегодня утром через Уральскую столицу проследовал поезд с дорогим гостем, товарищем Кимом. Дорогим этого северного корейца следует называть в прямом смысле слова. Из-за этого путешественников стала вся страна. И тот беспредел, который творился сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, обычная история для всех населенных пунктов, через которые следует спецпоезд, продолжателя Чучейского революционного дела. В Екатеринбург этот поезд прибыл около 9 часов утра, и уже к этому времени вся первая платформа, куда его подали, была отцеплена невероятным количеством милиционеров, всех родов и званий и сотрудниками ФСБ. Наблюдательные пункты были выставлены даже на крышах и мостах. Всех пассажиров, которые уже несколько часов дожидались опаздывавших поездов, выгнали подальше первой платформы и частично из здания вокзала. К журналистам спецслужбы отнеслись с особой, так сказать, любовью, которую они в таких количествах не проявляли даже по приезде своих президентов и других иностранных либ-гостей. Снимать поезд разрешили только издалека, и если представитель прессы хоть на пару метров удалялся от выделенной точки, небольшого пятачка, стражи порядка с ворой бросались на телекамеру без лишних любезностей. Я дроглый, что уберу газ, мне надо убрать, я не знаю. Слушай, убери, и вот окажется. Вот, что снимается, все, давай. Вон туда, на месте, стойте снимать. Так, ребят, ребят, сейчас. Да, 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 да. Так, вы удовольствие, вот так, вы можете. Значит, будьте добры, это самое, места для прессы. Отойдите, пожалуйста. Явно таких героев готовы к груди бросаться на ампрозуру, не хватает где-нибудь на Северном Кавказе. А вот в линейном отделе внутренних дел Железнодорожного вокзала Екатеринбурга их оказывается в избытке. Что же касается непосредственно дорогого визита, изначально запланированная 20-минутная техническая остановка затянулась в итоге более чем на час. Все это время народ парился в душных вокзальных помещениях или просто на улице. И посылал в адрес южнокорейского диктатора нелестные отзывы, обычно про себя, но иногда даже и вслух. Из объявления о прибытии поездов становилось понятно, что из-за круиза товарища Кима задерживаются поезда и электрички во всех мыслимых уголках России. Причем по информации самих железнодорожников задержка составляла якобы не более 15 минут. Фактически же все рейсы опаздывали минимум на один час. Поезд номер 37 ноября в Нижний Новгород опаздывает. Поезд номер 178 в Казань-Карачаево опаздывает. Поезд номер 91 в Лена-Москва опаздывает. Поезд номер 101 в Кулан-Удэ-Москва опаздывает. Электроголь 6454-6456 в Нижний Тагил в Сверху. Нижний Тагил опаздывает. Поезд номер 316 в Кулан-Удэ-Москва опаздывает. Ну на час минимум. Все вообще все это. Все поезда прорезают на станции Аква. Вы будете выбрать результаты тоже. Ну страдаем, конечно. Съехал бы себе чего-нибудь, если бы, да. То есть вы считаете, это как-то нормальное гостеприимство? Какое гостеприимство? Ну он уже здесь не останавливается. И уже не этот, а просто проезд. Съехал бы, съехал бы, и все. То есть за границей президент не ездит никто, ничего. Тут прям целая шесть. Северокорейского вождя так и не приехало встречать ни одно высокопоставленное лицо. Сам Ким Чен Ныр так и не вышел из своего спецвагона. И в 11-м часу он был далее в направлении Москвы. Оставив от себя лишь тяжелое впечатление среди народа, который почувствовал себя оплеванным. Этот товарищ диктатор на своих вечно голодающих корейцев смотрит, как на рабов. И русский народ для него, видимо, попал в ту же категорию подсаков. А ведь стоит помнить, что этот коммунистический спецрейс еще и поедет обратно, когда вся страна опять встанет на задние лапки, пропуская безостановочно поезд дорогого товарища Кима. А почему бы все-таки не отправить его куда подальше? Ну в смысле северным морским путем. Да архангельская страна как-нибудь немного потерпит, а там плыви он себе без остановок и оглядки. В общем, не впечатлило русский народ, корейское социалистическое настоящее. Жутковато как-то.